Доброе утро, дорогие друзья! Итак, не просто недельная глава новая Вайгаш. Мы сегодня зажигаем еще, наконец, завершающий вот этот огонек Хануки. Сегодня еще праздник. Глава Вайгаш рассказывает уже о финальной стадии разговора Иосифа с братьями, о том, чем кончилась эта история. Вообще история с Иосифом это история человека, который умеет решать проблемы. Вы знаете, Любавичский Рэбэ говорил, что когда дело касается чужих проблем, мы можем попытаться помочь, но не в состоянии решить чужие проблемы. Даже близкие друзья не могут так много сделать. Мы можем предложить какую-то помощь, поддержку, самый лучший совет. Но главное остается за самим человеком. Нельзя за человека решить его проблемы. Это обычно невозможно. Не важно, насколько энергичны будут попытки наши помочь. Не существует гарантии, что они окажутся успешными. Если ничего не получилось, мы не можем. Если человек не хочет, мы можем сесть, поплакать с ним, еще что-нибудь. Но ничего другого сделать не можем. Короче говоря, решение проблемы всегда в руках самого человека. А вот когда дело касается нас самих, наших собственных проблем и испытаний, нашего собственного саморазрушения, мы не можем довольствоваться рыданиями. Мы не можем позволить себе роскошь сдаться и поплакать. Если на это наша проблема, значит наша обязанность подступать к ней снова и снова, пока мы ее не решим. За других можно плакать, но за себя мы должны действовать. Вот это суть этой недельной главы. Раскородная история. В молодости Раф Горовец был не только серьезным знатоком Торы, но и очень удачным коммерсантом. В одной из своих поездок он встретился с основательным движением «Усар» Рафом Салантером. Они разговаривали, он сказал, что пока не может посвящать свое время изучению Торы, потому что решил, что прежде всего мне следует позаботиться о том, на что жить. И Раф Салантером смотрел на него так, потом говорит, «Вы озабочены вопросом, на что жить? А приготовили ли вы что-нибудь, с чем вам предстоит умирать?» Этот странный вопрос, заданный прославленным мудрецом, стал ключом для духовного переворота Рава Горовеца. В сложной ситуации страх можно рассматривать как задачу. Что можно сделать, чтобы изменить ситуацию? Трансформировать страх в принятии ситуации, в какое-то действие. Надо что-то делать всегда. И надо заниматься своими духовными вопросами. С чем ты уйдешь в тот мир, который через 120 лет? Длинная-длинная дорога. Это не 120 коротких лет на этой земле. Надо решать проблему, связанную с тобой сегодня. Человек всегда боится. Боится, пока ничего не делает. Кстати, психологи говорят выражение такое «бойся бояться». В сложной ситуации страх можно рассматривать, повторюсь, специально, как задачу, чтобы сделать, чтобы изменить ситуацию. Страх, проблема, надо смотреть, как решать. Если страшно заболеть, написать план здорового образа жизни, начать по нему действовать. Страшно остаться без работы, приобрести дополнительные какие-то навыки. Делать все, что от тебя зависит на 100%. Тогда или страшно не случится, или не будет поводов сожалеть, что что-то мог сделать, но не сделал. Иосиф таким был. Нам все время, понимаете, недельная глава, 52 предложения рассказывает. Иосиф, то Иосиф, все. Человек попал в тяжелейшую ситуацию. Мальчик в тюрьме, без родителей, без ничего, в чужом врачебном окружении. И что? И что? Он все время то так, то вот это пробует, то вот здесь. Он все время, и главное, все написано, он улыбался. Он радовался. Вы знаете, 60 лет назад, там больше 65-70 лет, после окончания войны, духовные лидеры общин Европы начали подсчитывать потери. Миллионы. Величайшие хасидские дворы Польши, Литвы престижнейшие, все уничтожено было нацистами. И что сделали эти праведные люди? Сели плакать? Конечно, были и слезы, и там, неописуемое горе, но акцент сместился в другую сторону, в восстановлении. И благодаря тем людям, сегодня, слава Богу, те самые духовные центры отстроены, работают, процветают, в Израиле, в США, пожалуйста, у нас в Украине, работают громадотевку, посмотрите. Восставший из пепла город, просто такого в мире нету. Огромный еврейский город, в котором в шаббат я прихожу, все закрыто ходят, с песнями машины не ездят, это другой мир. Вот эти лидеры, лидеры, которые проливали слезы, люди, которые проливали слезы по своим погибшим братьям, они не сидели, не плакали, они поставили перед собой задачу восстановить и преуспели самым вдохновляющим, чудесным образом. У кого из нас нет проблем? У всех есть. Многие только ноют, вздыхают и издают старый добрый, как это, крехц. Э, тяжкий вздох. Как много раз мы вздыхали, ну что я могу сделать? И что нам это дает? Что нам дает вот этот крех? Жалобы эстоны ничего больше. Говоря словами пятого Любавического Рэбе, Раби Шлома Дов Бера, потрясающие слова. Одно хорошее дело стоит больше тысячи вздохов. Пусть другие вздыхают. Если это ваша проблема, займитесь ею, решайте ее, работайте на ней, трудитесь, и вы поразитесь результатом. Главное радоваться и верить в себя. Брахава от слаха, хорошее.